Как я уже говорил, это оружие ближнего боя. Важно отметить, что эффективная дистанция стрельбы из такого оружия, она не превышает 300-400 метров. Что касается конкретно вот этого Томпсона, то он даже иногда не пробивал телогрейку. То есть на достаточно большой дистанции, там 150 метров, то есть в лучшем случае это 50-100 метров. Почему? Потому что боеприпас у этого оружия оказался весьма незначителен. То есть его активно использовали морские пехотинцы во время боевых действий на Тихом океане, потому что там стрельба велась практически в упор в густых джунглях. Что касается истории, связанной с Западным фронтом, с Европейской, на Европейском театре боевых действий, это оружие не очень хорошо себя зарекомендовало, и оно было достаточно тяжелым и, важно отметить, очень дорогим в производстве. Вообще, чтобы вы представляли себе аналог знаменитой Ford T, серии T, которая появляется в Америке в начале 20 века. Это очень хорошая была машина, которая, в общем-то, пользовалась большой популярностью и в Соединенных Штатах, и в прилегающих странах. Но вот по стоимости изготовления, то есть такой автомобиль и вот такой пистолет-пулемет, они были сравнимы. Потому что здесь очень много деталей, которые необходимо было делать практически вручную, и такие машины действительно стоили безумных денег, очень дорого, и не каждый мог себе их, собственно говоря, позволить. Ну и, собственно, эффективная дистанция была, как я уже говорил, не очень хорошая. Продолжение следует...